Все, он, короче, в видео пишет тогда. Не оставайтесь наедине с трудностями, ведь вы не одиноки. Радио «Наше Подмосковье» не просто радио. На Ютьюбе вы можете посмотреть видео-версии наших программ. Достаточно набрать в строке поиска фразу «Радио «Наше Подмосковье». Присоединяйтесь! 68-84-FM. В кино он играет чудаков-ученых и криминальных злодеев. Да я тебе пасть порву! Заду на радио и в театре он тонкий лирик. Ах, пьезу-то в стихах. Сколько ролей, столько и масок. Весь мир театра, все мы в нем актеры. А как иначе? Ведь его душа давно поселилась на склонах Парнаса. Встречайте, Владимир Аполлонов в программе «На склонах Парнаса». Каждое воскресенье на радио «Наше Подмосковье». В 7 часов вечера. Поговорим тет-а-тет. Тет-а-тет. Телефон прямого эфира. 8 800 700 58 98. Звонок с любого телефона бесплатный. Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Лиза Калинина и Мира Алекса. Сегодня говорим о деятельности группы «Ярополк». И не только. У нас в гостях сегодня директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», продюсер музыкальной группы «Ярополк», мастер спорта по рукопашному бою, ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» Илья Сергеевич Шадриков и солистка группы «Ярополк», автор слов Екатерина Речкина. Продолжаем мы освещать, собственно, деятельность вот этого бренда «Ярополк», который охватывает все-все-все. Илья Сергеевич, остановились на воспитании. Нужно как-то вот эту программу нам, прежде чем мы перейдем уже непосредственно к группе. Ну да, вот закончили мы, соответственно, с дачей. Поэтому, значит, если брать дальше, у нас с мая по сентябрь в Гублин идет до военной подготовки, два раза в неделю она происходит. Действующие сотрудники силовых структур проводят. С сентября по май мы ведем, наверное, так, раз в месяц, потому что все-таки мы охватываем улицу, а на улице, образно говоря, заниматься достаточно, так сказать, трудновато в такое время. Плюс у нас очень сильно пропагандируется здоровый образ жизни. То есть мы практически каждую неделю выезжаем в купель, в Саймон-Старожевский монастырь. У нас, во-первых, у самих в клубе есть баня. Раз в неделю мы паримся с вениками. Но стараемся раз в полтора, в два месяца, хотя в последнее время давно не ездили, но сейчас опять назовем. То есть выезжаем в загородный клуб «Романтик». Да, это мои друзья, они нас принимают. То есть там парилка вмещает до 80 человек. Мы действительно паримся, окунаемся. Они в парилке, мы ставим минусовку песен нашей группы, они их поют, песни все знают, дети, да, все наизусть. Особенно гимн нашего клуба, дорогие друзья, вы в скором... Времени вы услышите. Вот, поэтому такая программа. Поэтому моя позиция такая, и, соответственно, моих коллег, которые мне помогают это делать. Этот вид спорта, те виды спорта, которые представлены в клубе, ты выходишь в первую очередь победить себя. Это не командный вид спорта. Если ты сможешь победить себя в ринге, все остальные задачи, все остальные проблемы за пределами клуба, на гражданке, он сможет их преодолеть. И поэтому, когда люди встречают, там, вот он боксом занимается, там у нас люди считают, а, все отбитые, там что-то. Поэтому, да, мы и поэтому нашим детям даем интеллектуальное развитие, что со школы, что исторические материалы. Кстати, у нас, да, вот мы начали эту программу, сейчас остановили дополнительно. С сентября у нас лектор приезжает два раза в месяц, проводит лекции, причем лекции те, которые не вошли ни в школьную программу, ни в институтскую. То есть это что было в Подмосковье, в первом мировой, во втором мировой, ну какие известные люди. То есть то, которое не освещается. Знание по месту. Да, 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 потому что, да, истинный патриот, в первую очередь, он должен быть, дать свой. Скажите, а ребята, в принципе, добровольно приходят, да? Вот как это? А ребята, вот мне все-таки так быть. Да, у нас женский бокс есть, то есть по девушкам мы не берем борьбу. А женский бокс, это, в принципе, позволяет не стараться стройным, не наращивать группу мышц. Нет, принадите. Не не адекватно. Не очень относится, когда у женского бокса. Да, понятно. Скажите, вот ребята, допустим, если они понимают, что это не их путь, не их спорт, они выходят из клуба, как вот складываться? Есть, естественно, текучка есть, потому что некоторые думают, хотят просто отдать в секцию, а потом, когда приводят, ты узнаешь, есть такая программа. Ну, это очень маленький процент, на большей части народу дается. Некоторые детей специально заставляют, родители, ребенок не хочет, они его заставляют ходить, а через месяц ребенка уже не выпить из клуба. То есть он сам загорелся. Он сам, да. Поэтому мы создаем такие условия, чтобы не было только школы и ярополок. Школы и ярополок, они общаются друг с другом. У нас группа из 14+, у нас мужчины дружат с детьми. Одно дело, они смотрят на меня, на преподавателей, на авторитетов, а другое дело, когда они общаются со взрослыми. А взрослые все достаточно адекватные, никто не пьет, не курит. Мы сейчас еще послушаем одну песню. Что сейчас услышим? Сейчас будет песня про здоровый образ жизни и про различные единоборства, такие как кикбоксинг, бокс, и про то, как важно и нужно в нашем мире быть здоровым человеком. А сразу после этой песни к нам присоединится по телефону, правда, солист группы. Автор слов и музыки Алексей Поляничев, вот ему сейчас дозваниваются, слушаем песню группы Ярополок, друзья. Я точно знаю, этот путь верный, выбираю жизнь, нет сомнений, бьется ровно сердце на пути к мечте. Радио «Наше Подмосковье». Поговорим ДТД. Телефон прямого эфира. 8 800 758 98. Звонок с любого телефона бесплатный. Друзья, мы продолжаем. У нас в эфире прозвучала песня группы Ярополок. В гостях у нас сегодня продюсер музыкальной группы Ярополок, директор спортивно-патриотического клуба Ярополка Илья Сергеевич Шадриков, солистка группы и автор слов Екатерина Речкина. И прямо сейчас к нам присоединится по телефону солист группы Ярополок, автор слов и музыки Алексей Поляничев. Алексей, здравствуйте, вы в эфире. К сожалению, сорвался звонок. Я думаю, пока будут дозваниваться Алексею, мы все-таки, наверное, о группе. Я хотел еще один, да, просто пример провести, который я вам говорил, да, ко мне приходят, когда на собеседование дети, говорят, и вот он все сдал, все замечательно, в 7 лет вообще полностью все. Я ему спрашиваю, зачем пришел в клуб? Он такой смотрит на меня снизу вверх, говорит, чтобы драться. Я говорю, чего? И он, видимо, понимая, что этими словами он не все сказал, смотрит на меня так снизу вверх, слезы тихут, и говорит, Илья Сергеевич, я, говорит же, за Россию. Понимаете, да, и меня вот исти. Умничка, все правильно там. А группе? Как она образовалась? Группа была создана, понимаете, значит, мы, понятное дело, мы организуем различные мероприятия, чтобы завлечь молодежь. Кстати, мало обладать хорошим спорткомплексом, мы начали проводить все российские турниры, профессиональные турниры, именно с... И мы берем организации, крашечное шоу, световое шоу, там, Дымовая завеса, Александр Загорский, известное шоу, так сказать, по словам, да, 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 он ведет. И мы решили создать музыкальную группу, предустоя такая, да, вот, сестра Катя. У меня есть младшая сестра, она младше меня на два года, Вероника, привет. Так вот, и смысл в том, что она преподает танцы, и она преподавала как раз, и до сих пор преподает в Ярополке, танцы для девушек, женщин. И она мне предложила, говорит, Кать, давай выступим вместе с танцуем на одном из мероприятий. Ну, мой начальник говорит, что нужно номер поставить. Я раньше занималась танцами, я говорю, Вероника, ну я не танцовщица, я певица. И она набирает Илье и говорит, Илья, моя сестра сказала, что она не будет танцевать, она поет. Он говорит, нам как раз нужен гимн. А интересно, как она поет? Скинь ее материал. А я пишу песни, ну, занимаюсь музыкой, ну, с ранних лет, а свои песни у меня с 2008 года. Я скинула материал Илье, ему очень понравилось, и он спросил, могу ли я взяться за гимн. И желательно, хотел, чтобы был с хип-хоп артистом. А с Алексеем мы были знакомы уже где-то год, и... То есть вы уже предложили себя как готовый такой... Продукт, мы спросим у Алексея, потому что он у нас на связи. Алексей, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Как вы попали в группу Ярополк? Как мы с тобой... Как так, Екатерина? Не подсказывайте. Хорошо. Не подсказывайте. Ну, в один чудесный вечер мне позвонила Екатерина и сказала, Алеша, привет. Ты же читаешь Круто Рэп? Я говорю, ну да, читаю. А у меня отдельно от Ярополка как бы тоже была раньше группа 4SGM и достаточно популярный хип-хоп проект. И предложила попробовать записать одну песню первую, гимн Ярополка. На что я с удовольствием согласился. Написал музыку. Написал музыку. Так, вот, на текст. Просто мне, на самом деле, эта тема очень близка по духу, так как я сам являюсь офицером запаса. Вот и. Да, и. Круто. Тема патриотизма и... И вот это, Леша, да. ...за нового образа жизни. Да, да, да. Ты для меня очень близкий. Я сам болею за свою страну, сам за нее радею. И то, что я делаю, там получает этого огромное удовольствие. Поэтому, да, Алексей у нас достаточно талантливый. В определенных кругах он выступает на лучших площадках Москвы. Пишет музыку, да, для стран его... Ну, для Бельгии, Англии выпускается на различных лейблах. Я думаю, что он еще в этом и сошел. Да, и вот у нас прошло тогда полгода, и Алексей говорит, давай, Илья, что-то, давай мы начнем писать, давай. И, да, вот, Леша, у нас, не дашь собрать, в феврале месяца у нас каждый месяц выходят новые песни. Сколько всего песен уже? Да, на самом деле, очень сжатые строки, но оно того стоит. То есть, грубо говоря, за очень короткий промежуток времени, я думаю, как в сентябрю мы уже будем готовы выпустить полноценный альбом из «Сипера-1». Где вы записываетесь в студию? Ну, записываемся мы на различных студиях, я думаю, что Леша нам ответит на этот вопрос поподробнее, да, Леша? Ну, да. В основной слайм-массе, как бы, мы работаем с тем звукорежиссером, который нас записывает, с которым работали до проекта «Ярополк». Вот, то есть, это студия «Аник Рекорд», бывшая 25-17, то есть, проект «Язеким-25-17» «Зледный». Вот. Пишется, оно там. Чудесные студии, отличный звук. Я хотела тоже сказать по поводу патриотизма. Ну, Катерина, давайте. Ну, буквально чуть-чуть. Хотела бы поблагодарить своих родителей, потому что мой папа является подполковником ракетных войск. Илья... И, мало того, он был у меня преподавателем, когда я учился в военной академии. Ну, очень сильно. У меня папа, да, кандидата... Ну, вот, да, Речкин Вадим Юрьевич, подполковник, значит, ракетные войска, кандидат технических наук, мама Речкина Ильяна Яковлевна, заместитель директора театрального художественного колледжа. Соответственно, мои родители всю жизнь посвятили именно воспитанию и патриотизма, и образованию, как молодежи, и растущего поколения. И мы благодарны им за то, что это отражается в творчестве. Да, и поэтому у нас на данный момент сейчас записано шесть песен. Это про Красногорск, про Подмосковье, про Россию, про здоровый образ жизни, про ветеранов. Вот. И вот про здоровый образ жизни, да. Следующую у нас песню мы сейчас планируем выпустить все-таки «Годневого десантника», потому что 75 лет, по-моему, да, у нас круглое дата будет образование. Потом мы выпустим песню про маму, потому что это, как ни крути, связано с патриотизмом. Еще у нас медная композиция. И последнее письмо у нас будет про Дню народного единства, 4 ноября. И вот планируем в ноябре, в декабре, выпустить свой музыкальный альбом, да, с красочным шоу. Мы будем это делать в ДК Подмосковья. Это и лазерное шоу, у нас там. Достаточно. И все зрители, которые придут, получат достаточно большое удовольствие. Алексей у нас пока еще на связи. Я думаю, что мы зададим вопрос и отпустим его. Алексей, скажите, пожалуйста, вам комфортно быть в группе сейчас с Яропок? Все-таки вы были такой свободный исполнитель, рэпер. Мне просто шикарно быть. Алексей, да, я как продюсер говорю, подумывая внимание. Коллектив дает для меня, как бы, не просто удовольствие этот коллектив, а занимается, как бы, саморазвитием и самовоспитанием моего внутреннего «я». Хотя я делаю какие-то выводы, сам учусь. И, как бы, мне дает это очень многое. Вот. А еще более, на самом деле, это должно давать людям. Надеюсь, людям нравится то, что мы делаем. Надеюсь. Спасибо, Дима. Люди учатся и получат от этого удовольствие. Спасибо. Алексей, я подвесила точно так же, если бы мой продюсер был мастер спорта, это пора копошу. Мы знаем, что в октябре, да, по-моему, будет такое... Да, вот, кстати, вот вы сейчас, дорогие друзья, да, слышали песню, самую первую, это гимн «Свобода России моя». После шикарного, после того, что мы в Фейсбуке набрали где-то порядка 150 тысяч голосов, нас пригласили 8 октября спеть ее в концертном зале России, да. У нас ведущий будет этого мероприятия, Иосиф Кобзон. Там будет фестиваль детской песни, он сейчас проходит во многих городах России, вот у них главный финал будет, и как раз вот 8 октября мы выступим. Вот, но также мы планируем захватить три площадки в Крыму в конце августа, если сейчас все подтвердится, переговоры. Мы выступаем достаточно по своей инициативе, вот, хочется все-таки добавить в массы все, что мы делаем, все, что мы пишем, вот. И поэтому группа, она была специально создана для пропаганды патриотизма, здорового образа жизни, спорта именно в песне. Вот, поэтому ее акцент мы взяли именно молодежный такой вот бренд. Все, кто говорит, да, что рэп – это что-то американское, на самом деле нет. Рэп – это исконно русский речитатив, современная частушка. Поэтому, дорогие друзья, да, я думаю, вы сейчас улыбаетесь, когда это слышите, но это действительно так. Особенно приятно читать позитивные отзывы в интернете, в социальных сетях относительно нашего творчества. И самое приятное, что это нравится как взрослому, старшему поколению, так и деткам, которые просто ждут выхода новой песни, каждой новой песни. На самом деле… Нет, нет у нас телефонного звонка. Да. Мне кажется, что самое главное здесь слова, манера, которую вы выбрали, да, она действительно проще достучаться до молодого поколения. И это правильно, потому что и старшие поймут, если они послушают слова, если они, да, не обращают… Не просто будут слушать слова. Да, да, что это там речитатив или что-то. На самом деле вот это же важно. Да, и, кстати, именно с этим проектом мы… Вот я ездил на форум, международный форум Таврида. Вот было 450 участников. Первая смена – это была военно-патриотические клубы и поисковые отряды. Вот у нас был проект, 130 проектов, 450 участников. И у нас проект был, назывался как раз «Презентация музыкального патриотического альбона группы. Ее работа мы заняли второе место. Выиграли ДСР тоже грант. Нас написали, и группа там выступила. Мы презентовали свою программу по детям, по всему, что мы делаем. Получили колоссальные отклики, поэтому будем двигаться дальше. Кто вас поддерживает? Все, нужно же на что-то, на какие-то средства еще не существовать. Ну, вы знаете, вот низкий поклон Чайке Игорю Юрьевичу. Это советник губернатора Московской области по физической культуре и спорту. Он нашел для спонсоров. В принципе, на деньги спонсоров мы сняли клип шикарный. А который тоже может посмотреть? Да, 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 да. Ну, так сказать, и да, закрыли некоторые вопросы. А так, конечно, ну, как, за счет личного энтузиазма. А опытом делитесь? Потому что хотелось бы, чтобы больше было. Да, вот сейчас на Тавриде я давал лекцию. Мы всем раздали, у нас было порядка 100 флешек с нашей программой. Все. Мы буквально в первые два дня раздали. Вот, естественно, мы это делимся. Потому что, знаете, слово патриотизм у всех ассоциируется по-разному. И каждый видит свои колокольные. То есть я вижу это со своей, да. Но просто проблема в том, что надо чувствовать, что хочет молодежь, что им надо сейчас. Мне еще нравится, что у вас и самые маленькие тоже задействованы. Потому что иногда в 12-13 лет, ну, не то, что... А зрение, нужно все... Вот именно с такого, с раннего возраста, если где-то семья упустает. Вы знаете, иногда мы их даже включаем в наше выступление, они выходят, читают стихи, посвященные ветеранам Великой Победы, к примеру, на самом деле. Давайте расскажем, что у нас сейчас прозвучит. У нас наш эфир подходит к концу. У нас сейчас прозвучит самая наша первая музыкальная композиция. Слова... Вот именно первый гимн, он был создан Алексеем Мулиным, нашим другом. Он создал, соответственно, да, это произведение. И когда мы стали его записывать, Алексей именно слова куплета переделал... А есть, соответственно, припева. А припев нет, а припев у нас практически остался без изменений, как он написал Алексей Мулиным. Поэтому, да, и в написании именно нашего гимна было три человека. Вот. Поэтому, да, это... Это гимн нашего клуба, наша гордость, дорогие друзья. Поэтому, как говорится, пришло, наверное, время прощаться. Спасибо. Будем очень рады вас. И спасибо большое вам за привет. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, дорогие друзья. И спасибо, конечно, Красногорску, родному, который слушает и болеет сейчас за нас. У нас в студии были директоры Альфы Илья Сергеевич Шадриков и солистка группы, автор слов музыкального проекта «Ирополк» Екатерина Речкина. Спасибо. Радио «Наше Подмосковье». Первое подмосковное радио. Шаг за шагом слагая силу, славу и долг, Русь колен поднимая, наш идет яро в полк. Намеренец над нами и молитва пуста, И им слагаем сердцами и неведом нам страх. С вечной тоской душе зато с открытым сердцем, С историей богатой, с титулами герцогов, С верой страну и беззаветной преданностью Родине Мы произносим с гордостью в России наши корни. Богатой культурой, проверенной временем, Передавая знания следующим поколениям, Врагу от пор дадим и постоим за наши близкие. Еще б он бисмар говорил, не сметь и трогать узких. Идем вперед, переступая все преграды, Болеем за очистку, но это ведь не за награды. Все за идеи, за сверху, в детей, за стоясть, Бухом в себе с тебе искореняй славу. Шаг за шагом слагая силу, славу и долг. Русь колен поднимая, наш идет яро...